Закон о культуре звучит бессоннее для общественного сознания и для продвижения этого закона, чем закон обоснованного законодательства культуры и государственной политики. Мне кажется, что само название, стоит сказать, то, которое предложил государственный дом, закон о культуре. Тем более, что, я еще раз повторю, внутри этого закона, может быть, выделен и в нем, может быть, акцент сделан именно отдельно на государственной политике, потому что структурирование, которое предложено общественной палатой, мне кажется, структурирование самого содержательной части закона, мне кажется, имеет смысл к нему одни здесь серьезно. Что мне представляется по существу важным? Я понимаю, что это деликатная вещь, о которой я сейчас скажу, но, тем не менее, не сказать о ней все-таки нельзя. В законе о культуре Российской Федерации должна быть какая-то новелла, связанная с русским языком и с русской культурой. Понимаю, что это очень деликатная вещь, понимаю, что мы живем в новонациональном государстве, понимаю, что сегодня этот вопрос достаточно обострен, но, тем не менее, если мы говорим об идентичности нации, если у нас нет никакой российской нации сегодня, это только нечто формирующееся и достаточно неопределенное, но, если мы говорим о некой идентичности нации, то идентичность нации будет все-таки основываться на русском языке и русской группе, со всеми, с пониманием того, что мы живем в новонациональном государстве, с новокинфессиональным государством. Но мне не нравится, что законы о культуре в России, потому что, как вы знаете, есть два названия нашей страны Российской Федерации и Россия, это новелла в какой-то очень деликатной форме должно быть, или нет ни в одном законе, ни в другом. То есть проблема идентичности, проблема ключевая, и проблема, когда там написаны новеллы, все связанные с культурными экономиями, с этнической культурой и так далее, мне кажется, что слово идентичности, самоидентичности, стоит все-таки там употребить, потому что это довольно важное, как мне представляется, понятное. Второй момент. Мне кажется, что должна быть некая новелла, такая отдельная, как культура, как фактор развития. У нас этого не понимают, там есть это в законе, но это находится достаточно на отдаленных его страницах. Мне кажется, что какая-то новелла, все-таки преамбулы, какая-то должна быть вообще в целом закон. Не только где определяются понятия, но поскольку, в правиле, скажем, что это декларативные, все-таки документы, то некая декларативная преамбула должна быть, там, мы, народы Российской Федерации, ну, как в конституции, да, потому что это закон о культуре, это конституционный закон, и закон, который требует именно преамбулы, некое такое галактическое, как мне кажется, какая новелла должна существовать. Еще один момент существенный, связан с тем, что сегодня культура экономически многообразна. Это тоже надо понимать. Сегодня сегменты культуры, которые живут просто по закону бизнеса, издательское дело, а это часть культуры, поскольку литература является частью культуры и искусства, издательское дело, появились частные музеи, весь кинобизнес, это частный бизнес, и другого бизнеса на стране нет, ну и так далее. Частные галереи, которые снимаются современному искусству, частные театры, даже частные музеи, и даже частные библиотеки. И в этом смысле это не просто частное государственное партнерство, это не просто, там, вот есть новеллы о частном государственном партнерстве, и о благотворительстве. Это требует определенного, определенные новеллы, где объясняют, что вот здесь государство создает регуляции, а вот и при этом, извините меня, частные оркестры, например, оркестр национальный филармонический, я прошу, не национальный оркестр, предместки, да, вот впервые получил грант государства как частная институция. Это требует определенного указания к закону, что это возможно, что государство поддерживает учреждения культуры и культурные проекты вне зависимости от форм собственности. Это очень существенная вещь, потому что, в принципе, то, что государство выделяет средства на производственное кино, но, опять же, на концертной деятельность у частных оркестров и так далее, это важно как бы представить. С момента этого пока в законе нет. Это небольшая работа, но она, мне кажется, высшей степени существенная. И, знаете, есть вещи, которые, конечно, связаны с правительством. И здесь мы никуда не денемся, потому что все понятия о минимальной нормативе культуры на душу населения. Его ведь нету, на самом деле. То есть он как бы существует, но никто никогда не считает от него. Поэтому, вот мне кажется, что акцент на этом, на минимальном, должен быть, нет, там есть, у вас есть. Но просто мне кажется, на этом сделать стоит больше акцент, потому что правительство к этому относится равнодушно. Так же, как, конечно же, в наволках о творческих работах, которые, кстати сказать, написаны очень хорошо, просто замечательно. Вообще, законы написаны, законы, которые я читал, о культуре написаны хорошо. Но мне кажется, что в наволках о творческих работах стоит обратить внимание на то, о чем говорил Евгений Юрьевич, на минимальные вставки авторского уровня гражданина. И, конечно, есть одна проблема, все, что связано с правами. Как этот закон, ну, это уже следующая, может, тема, соотносится с четвертой главой гражданского кодекса. Вот мне кажется, что в этом законе какая-то корреляция с четвертой главой гражданского кодекса должна быть, потому что все, что связано с правами, это существо. Культура создает не только смысл, она создает еще купли с правами. Которые требуют какой-то корреляции. Мне, кажется, я на это обратил тоже внимание. Ну, мелочи, о которых говорить, в общем, не стоят, но и стоят, наверное. Ну, например, норма, предполагающая, что дети до 18 лет должны посещать музеи один раз в месяц бесплатно. Плохая норма, скажу честно. Потому что, во-первых, в развитых странах, а мы считаем, что Россия может себе позволить это, бесплатное посещение музея чаще, и не только детям до 18 лет, а вообще всем. Вот этот момент такой существенный, как мне представляется. Это, понятно, я смотрю на уважаемого Михаила Борисовича и Ирина Александровна, я понимаю, что для музеев это финансово обременительно, по-моему, значит. Учит, это все дешевле и больше всего. Да, да. Чего-друг, да. Но мне кажется, что вот норма бесплатности для пенсионеров, для, там, для... Вот это вот, ведь все нормы эти существуют. И, наконец, знаете, самое последнее, я просто позволю себя привести, то, что, о чем говорила Елена Анатольевна, конечно, нужно сделать раздел квалифицировающий. Не делать закон, кодекс законов о культуре, но и по квалификации, значит, как приложение, может быть, как третью часть, поскольку законодательство довольно большое существует. Но, и самое последнее, знаете, надо только понимать одну вещь, все в один закон запихнуть невозможно, конечно, это нереально, и это тоже нужно понимать, но я в высшей степени признателен, и Григорий Петрович, я просто как обыватель, и Елена Анатольевна, и за то, что эта работа сделана, нужно срочно выносить, нужно обратиться к президенту, действительно, и просить о том, чтобы этот закон был вынесен на общественное обсуждение, потому что это важно для провинции, для регионов, для муниципалитетов, то, что этот закон будет иметь общественное обсуждание. Он важен для провинциальной России очень. И принимать его, конечно, как можно скорее. Чем быстрее, тем лучше. Спасибо большое. Спасибо.